Всем привет дорогие друзья, подписчики моего канала, с вами Мистер Лифтов. Сегодня 31 мая 2022 года. В Одессе после последней бомбежки 9 мая, когда уничтожили торговый центр Ривьера Накотовского, уже относительно спокойно. Воздушные тревоги иногда включают, но в целом ничего страшного нету. Хотя недавно вот уже снова бомбили вот этот мост через Днестровский лиман, он уже разрушен, но да ладно. В целом обстановка относительно спокойная. На топливо большие цены, соль также подорожала, ну а в целом в городе всё нормально. Тьфу-тьфу-тьфу, да, чтобы не сглазить. Насчёт колледжа. Да, вы наверное спросите, почему я редко пишу новости в свой канал в Телеграм... В свой канал в Телеграме. Показалось, что где-то бабахнуло. Не, вроде всё нормально. Почему я не публикую видео на канале Гиацинтус Макао? Почему я не публикую видео на канале Мистер Лифтов? Почему я не публикую фотографии в своём Инстаграме? Ребята, я... то, что я остался в колледже и вот сейчас, 15 мая, буду защищать диплом, это настоящее чудо. Да, теперь давайте обо всём поподробнее. Значит, у меня был огромный завал долгов, да. В феврале, в начале февраля я понял, что, ну, это жопа. И начал потихоньку исправлять долги. Вот в начале февраля, да, вот в первых числах, тогда ещё не было войны, но тогда уже была напряжённая обстановка. Россия подтягивала войска к границе, на телеканалах везде говорили, что война будет и уже это 100%. То есть была уже напряжённая обстановка, да, ну и через 20 дней все эти страхи оправдались. Вся война действительно началась, 24-го числа. Я ещё помню 23-е число, я поехал в центр города, погулял и пообщался со своими ребятами в чате. У меня есть чат с моими друзьями, которые тоже любят кататься на лифтах и трамваях, да, со своими соратниками. Ну и, короче, мы, типа, обсуждали, какие есть в Харькове ходят трамваи. Ну, как-то всё спокойно гулял по городу, но вот было плохое предчувствие, да, вот на следующий день я уже просыпаюсь, открываю телеграм-новости и читаю, что началась война. Ну да ладно. Из-за этого я забросил учёбу где-то на месяц, а потом начал разгребать это, но было уже, как говорится, очень поздно. Но всё-таки, как говорится, нет ничего невозможного, если хочется. Я очень активно работал месяц, так, полтора, это уж точно. Очень активно закрывал долги, очень активно. Не досыпал иногда ночами, потом болела голова после этого, и это дало результат. У меня уже к вчерашнему дню, да, было всего пять предметов незакрытых. А вчера была, кстати, не, сегодня утром была малая защита. У нас правило, к малой защите не должно остаться больше трёх предметов. Я понимаю, ну всё, это конец, у меня пять предметов. К малой защите меня не допустят, всё, значит, надо оставаться на повторное обучение. Где брать деньги, мы с мамой даже просто не знаем. Я всю ночь просто не спал, я не знаю вообще, как я это пережил. Но в итоге мне дали шанс закрыть долги за две недели, 14-го числа выйти на защиту. А 15-го числа уже будет большая защита, и всё, я получу диплом. Сегодня я сдал ещё один долг, и в итоге у меня осталось 4 предмета надо закрыть. За две недели я их закрою, да наизи. Вообще, всего 4 предмета, да, конечно, я закрою. Я курсач, курсовую работу за третий курс у меня осталось. Знаете, сколько мы на третьем курсе писали курсач? Почти месяц. Я сделал это за один день. За один день я сделал эту курсовую работу и сдал Наталье Олеговне на проверку. За один день всего лишь. Так что всё уже позади. Поэтому на моём канале, на моих каналах не выходили новые видео. Ни в ютубе, ни в инстаграме. Да, теперь я буду это потихоньку нагонять всё. Потихоньку я буду публиковать свои старые блоги, монтировать и публиковать их, и всё. Ну и, конечно, я сделаю попытку поступить в институт. Попробую подать документы в МАУП, в Политех. В Водном институте, кстати, тоже есть факультет программирования. Туда тоже можно кинуть документы. Да везде, где есть, в принципе, факультет программирования, надо кидать документы. А дальше уже там как повезёт. Куда пройду, туда пройду, как говорится. Ну, как-то так. Всё, ребята, спасибо за просмотр. С вами был мистер Лифтов. Всё, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!